Сельский дом культуры по столичным стандартам. В Успенском два года реконструировали местный ДК. Результат превзошел ожидания. Качество проведенных работ оценивал лично глава Одинцовского района Андрей Иванов. Площадь дома культуры увеличилась в два раза. Добавились новые рекреационные зоны. Расширился спортивный зал. Именно здесь тренируются команды по футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону. Приходят на занятия школьники. Высококлассное покрытие, новые современные трибуны, трансформеры, баскетбольные кольца, регулирующиеся по высоте. Все это добавило функциональности залу и расширило возможности юных спортсменов. Какой самый популярный вид спорта? Футбол. В Успенском к реконструкции подошли основательно. Концертный зал здесь теперь не хуже Барвихинского. Звукозаписывающая студия оборудована по последней музыкальной моде. Эта рабочая станция Ямаха – самое современное техническое решение. На первом этаже холл совместили с кафе и небольшой сценой. Теперь это тоже концертная площадка, где можно честовать юбиляров, проводить поэтические вечера. Выше этажом библиотека с обязательным помещением для книгохранилища. Официального открытия этого объекта еще не было, но читательский спрос уже велик. Она в наш рейтинг уже попала и показалась. Она не открыта, но она уже по всем показателям. Ну надо ее уже заявить. Конечно. В Успенском доме культуры есть своя театральная студия и кабинеты по изобразительному и танцевальному искусству. Работают несколько вокальных студий. Прилегающая территория также благоустроена. Объем инвестиций составил 300 миллионов рублей. Скорее всего по итогам 3-4-5 месяцев работы уже существующего дома культуры, объекта в Успенском, мы где-то откорректируем нашу программу и приступим к модернизации и реконструкции других сельских или городских домов культуры. Есть планы по городу Одинцова, есть планы по военным городкам, в том числе по новому городку. Следующий пункт – выездная инспекция. Средняя общеобразовательная школа поселка Горки-10. В этом году здесь также был проведен ремонт, правда в спешке. Недоделки обнаружились сразу. Есть определенные замечания. Мы буквально завтра проведем совещание с подрядной организацией, которая проводила ремонт. Видно, что торопились к 1 сентября, чтобы ввести объект и не было проблем у детей при обучении. В ближайшие каникулы, которые будут в конце ноября, мы все недоделки устраним, исправим, а что-то, возможно, переделаем. И этот гарантийный срок, который у подрядной организации есть, мы его максимально используем. И компания, я думаю, что наведет порядок в тех, так скажем, строительных ляпах, которые они допустили из-за нехватки времени. В прошлом году глава уже инспектировал школу. Тогда многие жители обратились к руководителю с просьбой построить в поселке детский сад. Место было найдено – участок, близ лесного массива и школы. Возведение учреждения именно здесь позволит создать полноценный образовательный кластер. Андрей Иванов вместе с Михаилом Пайсовым, Татьяной Одинцовой и представителями компаний-застройщика дали старт новой стройки. По проекту новый сад будет рассчитан на 400 мест, дополнительно 50 – дневного пребывания. Строительство детского сада в поселке Горки-10 должно завершиться к концу 2018 года.